здравствуйте приветствую вас на видео канале доктор скачков в этом видео я врач диетолог натуропат борис скачков автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах автор более тысячи опубликованных видео на канале эту хочу рассказать вам про самые опасные способы быстро похудеть летом сожалению не все готовятся к летнему сезону заблаговременно многие только в последний момент понимают что худеть надо а до отпуска осталось 5-10 дней может быть две недели ищут быстрые способы похудеть я вас прекрасно понимаю но не все такие способы безопасны некоторые опасны не только для здоровья для жизни и вот наиболее распространенные на мой взгляд способ похудения я про них расскажу в этом видео пожалуй на первое место я поставлю способ похудения от самых беспечных эти люди худеют уже прямо в отпуске чаще всего на пляже и физиологическая основа под этим способом похудения безусловно есть когда ваша кожа оказывается под прямыми лучами солнца то к тем цифрам температуры которые вы знаете что сегодня например 30 градусов можете смело добавлять 20 25 градусов иными словами ваша кожа прогреется до такой величины а это значит что испарение воды с поверхности кожи будет резко увеличена и если запасы воды в организме созданы не были увеличивается вязкость крови нагрузка на сердце и вот здесь тепловой либо солнечный удар легко получить особенно опасно если кожа влажная в это время идет еще более быстрое испарение воды а также у тех у кого не только есть избыточный вес но есть явление жирового гепатоза статок гепатита иными словами нарушена работа печени и она медленно восстанавливает снижает вязкость крови в этом случае очень легко похудеть хотя с определенным риском для здоровья на второе место я вам поставил способ от тех кто хочет похудеть все таки еще до отпуска и решил заняться спортом мышцы подкачать заодно сбросить вес если вы хотите похудеть таким способом на протяжении одной двух трех недель я вас уверяю нагрузки вы дадите своему организму значительный если у вас их не было до этого вас появляется риск не только нарушить работу сердечно сосуде системы с непривычки и нарушить работу суставов но и легко и быстро увеличить вязкость крови за счет того что при физической нагрузке мышцы согревают организм и вынуждают больше воды тратить на испарение через кожу и на испарение через органы дыхания у вас скорее все что будет одышка и занятия спортом это тоже достаточно быстрый способ увеличить вязкость крови и создать серьезную нагрузку на сердечно сосуд систему примеры смертей во время марафонов полумарафонов они известны когда человек морковка в данном случае если хотите похудеть снизить вес а там получить какой-то результат она находится на определенном расстоянии если не учитывать погодные условия в которых совершается физическая нагрузка резко теряются запасы воды и увеличенная вязкость крови может не выдержать сердечная мышца может быть острая сердечная недостаточность так чаще всего заканчиваются занятия спортом у мужчин либо острая сосудистая недостаточность у женщин система более благосклонна то есть она позволяет через некоторое время оказав медицинскую помощь вернуть женщину жизнь но занятия спортом я бы советовал если вводить свой образ жизни все-таки они должны быть достаточно регулярными невысокой интенсивности в этом случае вы рискуете здоровьем меньше на третье место я бы поставил еще один способ известный способ снизить вес это пойти в парную баня сауна в этом случае действительно дозированное перегревание организма если процедуры отпускает сертифицированный банщик позволит вам реально снизить вес здесь есть определенная сложность правильное парение в бане и сауне предполагает отсутствие употребления жидкости в период нахождения в бане либо сам в этом случае очищение организма происходит максимально эффективно иными словами барь в бане и сауне вы согреваете свой организм через кровь запасы воды которые были созданы с теми шлаками и токсинами которые образовались клетки проходят через кровь проходит через потовые железы оптимально в бане и сауне должны работать почки то есть должна образовываться моча тогда вы все делаете правильно в этом случае очищение организма происходит но нужно правильно дозировать физические нагрузки и контролировать состояние человека в бане не вы свое состояние вы можете не заметить признаки когда у вас побледнели губы когда у вас изменился окраска лица и своевременно не закончить эту процедуру если же вы пьете воду в бане это бессмысленное занятие первые же порции воды которые попали в пищеварительную систему не попадают кровь выделяются через легкие у вас имитация очищения организма на самом деле просто изнашиваете сердечную мышцу которую вынуждена перекачивать большие объемы крови очищение организма вас закончилась не будет организм воду которая попала в пищеварительную систему в бане либо сауне забрасывать на уровень клеток чтобы отсюда вымыслить шлаки и токсины пойдет по короткому пути в кровь и на выход поэтому бани и сауна там могут могут дать вам возможность снизить вес на несколько килограмм но под управлением сертифицированного банщика в этом случае ваше здоровье вы больше безопасности чем вы если будете эти процедуры себе применять самостоятельно без контроля на четвертое место я бы поставил кефирную диету это хорошая диета для похудения не летом относительно мало воды содержится в этой диете летом теряется вода достаточно интенсивно через кожу легкие нужно обеспечить терморегуляцию и предотвратить смерть от теплового удара кефирная диета достаточного количества воды не содержит поэтому похудение будет происходить быстро но вновь очень опасным способом может увеличиться вязкость крови и диета закончится не самым простым не самым желаемым для вас результатом на пятое место я бы поставил бессолевые диеты когда вы ограничиваете или исключаете соль и своего рациона да действительно поваренная соль удерживает воду в кровеносной системе и контролирует потери воды в организме стоит вам убрать поваренную соль из рациона вода из организма будет легко удаляться через кожу через легкие через почки и важно успеть вовремя остановиться как только запасы воды в организме начинают заканчиваться кровь становится более густой и это еще более жесткая нагрузка на сердечную мышцу чем если вы пьете неумеренное количество воды вероятность тромбозов увеличивается особенно у тех у кого скомпрометированные сосуды я имею ввиду если у вас есть венозная сеточка варикозное расширение вен в этом случае бессолевые диеты вам вообще противопоказаны и не только летом и это нужно просто понимать и правильно использовать на следующее шестое место я бы поставил диеты с ограничением воды иными словами если вы просчитаете расклад продуктов диете и прикиньте сколько воды попадает в организм если количество жидкости будет меньше чем пять процентов от массы тела иными словами если вы находитесь на диете скажу по-другому у вас должно быть не меньше чем пол литра мочи лучше литр мочи в сутки вот эта диета для похудения она подходит вам и в летний сезон если же вы худеете быстро а моча вас практически не образуется здесь вопрос а сколько же воды находится в организме почему ваши почки не могут удалять белковые токсины из вашего организма а возможно воды просто нет для работы почек потому что система терморегуляции использует воду раньше чем система очищения крови иными словами вашему организму значительно опаснее перегревание чем отравление белковыми токсинами от перегревания вы можете погибнуть в течение нескольких часов от отравления белковыми токсинами в течение нескольких дней именно потому организм и жертвует очищением крови очищением организма от белковых токсинов пытаясь сохранить вам жизнь но диета с ограничением воды она реально опасно хотя и дает сразу достаточно быстрый эффект вы теряете реально накопленную в организме воду до тех пор пока кровь не станет слишком густой на следующее место я бы поставил диеты которых вы можете найти что оказывается нужно пить полтора два а то и более литра воды чистой воды сутки либо очищенной воды называйте как хотите эти диеты опасны тем что при попадании в пищеварительную систему такое количество воды всегда нарушит переваривание пищи и худеть вы некоторое время сможете но в этом случае усиливается вздутие живота ручание активируется дисбактериоз кишечника увеличивается внутрибрюшное давление нарушается экскурсия диафрагмы эти диеты опасны тем у кого есть видит ассуистодистония по любому типу неважно вас гипотония норматонии либо гипертония опасны для тех у кого плохом состоянии сосуды я имею ввиду мужчин старше 25 лет женщин старше 35 лет именно с этого возраста настоящих современных условиях может развиваться атеросклероз сосудов эти диеты становятся опасными для здоровья в этом случае конечно если вы свою сосудистую систему исследовали там нет атеросклероза данном случае можно поиграться на вздутие живота это один из самых неприятных признаков который показывает что пища то у вас не переваривается да вы худеть будете калории достаются не вам лично поэтому вес будет снижаться апатоген на микрофлоре кишечника который наградит вас своими продуктами жизнедеятельности отравление печени почек и скорее всего с такой диеты вы достаточно быстро сойдете по причине плохого самочувствия далее я бы поставил на скажем так последнее место самые опасные диеты другие периоды года кроме лета это белковые диеты дюкана откинса кремлевская почему на последнее место да просто летом кусок мяса птицы либо рыбы в рот просто не лезет он не способен полноценно перевариться из-за того что в пищеварительной системе мало крови кровь находится под кожей пытаясь обеспечить систему охлаждения организма путем потения и в дыхательной системе там тоже идет испарение воды и это диеты они были бы опасны в летний сезон при похолодании а в летнюю жару просто они очень сложно исполним и поэтому я поставил на последнее место по своей опасности рейтинг основных диет вернее основных способов похудеть летом быстро похудеть я вам дал ну а в следующем видео я попробую рассказать вам возможность снизить вес на 15-20 килограмм навсегда причем что интересно для тех кто перешагнул рубеж 40 лет говорят что очень легко худеть до 40 лет действительно я вас прекрасно понимаю активный обмен веществ позволяет легко при небольшой коррекции рациона и образа жизни снижать вес в 39 лет я свое время имел 104 килограмма на мои метр 65 и больше 20 килограмм сбросил за первых два месяца и коррекции своего образа жизни это было очень легко они слетели вот так после 40 лет действительно обменные процессы тормозят и вот здесь ограничительные диеты не дают своего результата да они на какое-то время вы снизите вес но продолжение торможения обмена веществ дает вам потом набор веса еще более значительный и вы наверняка эти способы на себе проверяли и знаете чем закончится сбросили 5 набрали 10 сбросили 10 наберете 15 а вот как снизить вес навсегда для тех кто перешагнул рубеж 40 лет вы узнаете в следующем видео на моем канале если вам это видео понравилось вы понимаете что определенная опасность находится рядом с вами и предупрежден вооружен вы легко можете ее избежать и забудьте поставить лайк на это видео если вы считаете что ваши друзья знакомые родственники могут попасть в подобную ситуацию попытаться быстро снизить вес рискнул своей жизнью и здоровьем ну сделайте репост отправьте им ссылку если вы не подписчик моего канала не забудьте подписаться потому что следующее видео будет достаточно важным и полезным для вас вот на этой позитивной ноте это видео буду заканчивать а напоминаю что мои видео вы можете найти на каналах не только доктор скачком и школа доктора скачком а также школа доктора скачком instagram до новых встреч на моих видео каналов и и и и и и и и и